Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в программе «Подоплёка» тема налогов, новаций, которые предложила правительственная коалиция. И вот вчера состоялось обсуждение на Кабинете министров. И уже официально заявлено о том, что некоторые налоги будут повышены, некоторые налоги будут новые введены. И объявлено о том, что предлагается изменить пропорцию денег, которые взимаются от подоходного налога с населения. И первоначально все эти деньги на 90% оставались в распоряжении самоуправления. И за счет них финансировали самоуправление. Во времена первого кризиса финансового 2008-2009 года пропорция была изменена в пользу государства. Государству стало отходить 20%, самоуправлением осталось 80%. И вот сейчас еще очередные 5% хотят откусить его самоуправлением и отдать государству эти деньги. Эту проблему и эту проблематику мы сегодня обсуждаем с Александром Васильевым. Это директор Балтийского форума. И, наверное, его можно сейчас назвать таким активным комментатором латвийской экономической и политической жизни в Фейсбуке, который регулярно дает свое аналитическое видение этого вопроса, поскольку, к сожалению, я не знаю, или к счастью, потому что счастливое неведение тоже иногда сохраняет нервы, большинство населения не очень вникает в цифры, вот такие скучные материи, как уплата налогов. Их в основном интересует то, что у них остается на руках, или там в кошельке, или на карточке в конце месяца, когда они получают зарплату, а как эта зарплата образуется, кто заплатит с этой зарплаты налоги, сколько обходится работодателю, каждый конкретный работник. Это не очень всех людей волнует. Ну и до тех пор, пока, конечно, это каким-то образом не отразится на личных интересах. А вот та налоговая, ну, так сказать, реформа или те налоговые поправки, которые предлагаются сейчас, они как раз затронут довольно большие массы населения, в частности, те, которые пользуются статусом или работают в микропредприятиях. И об этом мы тоже будем говорить. Телефоны в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Итак, мы начинаем обсуждать проблему передела денег. Ну, понятно, что бюджет не добрал денег. Ну, наверное, проблема дефицита бюджета не решается таким кавалерийским наскоком, когда, так сказать, правительство лихорадочно начинает искать богатеньких и их растрясать. Или все-таки решается, Александр? Ну, я думаю, что действительно правительство находится сейчас в достаточно тяжелой ситуации. И у некоторых наших зрителей, телезрителей и радиослушателей возникает диссонанс. С одной стороны, слушая выступление нашего премьера Кришнина Каренча, который говорит, вот, мы уже в течение ближайших лет получим 10 миллиардов из Европы. Вот-вот именно 10 миллиардов. Вот-вот, 2 миллиарда должны поступить, значит, на наш конд, и большую часть мы отдадим самоуправлением. Вот, а его министр финансов, Янис Рейерс, очень так прагматично считает, придут эти деньги, не придут, но мы знаем, с кого состричь необходимые нам средства. Ну, вот последние данные, которые публиковали они буквально вчера, Министерство финансов, они действительно довольно тревожные. Значит, консолидированный бюджет выполнен только на 90,8%, а это ни много ни мало, 506,2 миллиона евро, больше полумиллиарда не хватает. Вот, и, ну, здесь очень интересно, что, например, поступление от ПВНа меньше на 14, почти на 15%, акциз чуть меньше 14%, но поступления от дохода от населения выросли, вот это вот тоже как бы очень большая проблема, как во время кризиса могут вырасти доходы от населения на 4,1%. И мы знаем, что большая часть, вот то, о чём вы, Люся, говорили, большая часть, до сих пор 80% от этого налога шло, значит, нашим самоуправлением, и поэтому неудивительно, что, значит, господин Рейерс решил запустить руку именно в этот бюджет. И вот как раз о чём вы говорили месяц назад, когда появились данные за первые полугода, выяснилось, что бюджет самоуправлений наполняется с избытком в 101 миллион евро, в то время как государственный бюджет по сравнению с 2019 годом сократился на 811 миллионов. Я тогда в своём посте в Фейсбуке написал, но не дай бог в Минфине догадаются вот этим как бы кавалерийским наскоком компенсировать. И получилось, именно так и получилось, да. Вот последние их данные такие, что если перераспределение с 20 до 25% в свою сторону, то самоуправление потеряет ни много ни мало 91 миллион. А если учесть вот этих вот их, значит, манёвры по изменению процентов в обязательного госстрахования, то самоуправление ещё больше потеряют от этого, сколько ни сколько приобретут. И общие потери составят всё те же 104 и 6 миллионов евро. Вот, как говорится, где собака зарыта в какой-то степени. И, в принципе, министр финансов очень хорошо можно понять. Деньги, вот они, их можно сразу взять. Сколько придёт, значит, неясно. Есть ещё один вопрос политический. Кабинет министров говорит, что да, мы эти деньги у самоуправления заберём, но мы их вернём из тех еврофондов, которые вот-вот должны к нам прийти. И это получается такая, как бы, даже не пряник, такая морковка, которая вешается перед трудолюбивым осликом, и он к ней бежит стремиться. Ну, кстати, вот по этому поводу самоуправление уже многие в таком стрессовом состоянии, поскольку они понимают, что деньги у них отнимут сегодня, а дадут или нет завтра – это большой вопрос. И дадут ли кому? И если они будут возмущаться, не дай бог, противиться вот этой реформе, то, возможно, их занесут в чёрный список и вообще денег им не дадут. И, соответственно, получается, что все послушно берут под козырёк и говорят, ну да, ну, конечно, ограбят, конечно, белые приходят – грабят, красные приходят – грабят, одно правительство – другое. Типа была временная мера передела этой пропорции денег, вот, а потом ничего нет временного, более постоянного, чем временное, и сейчас аппетит приходит во время еды, и снова очередное, так сказать, очередное нападение. В Илюсе абсолютно правы, потому что эта норма, которая, ну, она ещё должна быть ещё затверждена в парламенте, но при том уверенном большинстве правящей коалиции, которые находятся в Сайме, это вопрос как бы только технический, это первое. Ну, теперь ещё особенно, да, с новым составом. Не зря, не зря. Вот то, о чём вы намекаете, что именно все последние стали изменения, в том числе и в налогах, проявляться. После того, как, ну, правящая коалиция получила теперь подавляющее большинство в столичном самоуправлении. Это был как бы последний бастион, который всё время тормозил. Но после того, когда уничтожена фактически правящая коалиция в столице, когда ограничены возможности очень в своё время богатого тоже в Венспилском самоуправлении, то вот эта как бы оппозиция стороны руководительства самоуправления, она сейчас, ну, фактически, она значительно ослаблена. А что такое самоуправление вообще для обычного жителя? Ну, подумаешь, там, будут меньше воровать, скажет обычный человек, ну, не построят какую-нибудь очередную потёмкинскую деревню. Ну и слава богу. Нет, ну это, во-первых, большая часть идёт на всевозможные льготы тем же людям, да, простым жителям. Они, может быть, незаметны, но получение помощи, социальной помощи наиболее незащищённым количеством людям, для них она очень значительная. Ну, знаете, я вот помню, что когда моя самая младшая дочка училась в начальной школе, мы еженедельно сдавали деньги на питание детям, да, а потом постепенно мы перестали их сдавать, то есть обитание для детей стало бесплатным, это оплачивала Рижская дума, но к этому очень быстро люди привыкают и забывают о том, что когда-то они платили, и это, ну, для обычной семьи это были существенные затраты. Ну, я думаю, что... То же самое на проезд. Да, то же самое на проезд. Но строительство было всё-таки развёнуто в последние годы и жилищное строительство. Потом всё-таки очень много стали, это впервые делали за последние годы, это стали ремонт внутриквартальных улиц, которые вообще не делались. Появились новые спортивные площадки, детские площадки. Всё это стоит денег, очень больших денег. Другой разговор, сколько там идут откатов и так далее, это очень важное понятие гражданского общества. Но всё-таки большая часть Рига стала меняться. Будет ли она меняться дальше? Ну, между прочим, и самоуправление, так сказать, в регионах тоже они стали меняться, да, то есть это видно, что даже маленькие городочки как-то их стараются благоустраивать, школы ремонтировать, там садики ремонтировать. Особенно это видно на пририжье, на которых приходится большая часть наиболее обеспеченных наших сограждан. И поэтому от того, и это при том, что столица всё-таки отчисляла очень большие, значит, средства, фонд выравнивания. И это тоже влияло на развитие, может быть, многих периферийных наших районов и периферийных самоуправлений. Будет ли это сейчас сохраняться, когда в Риге, значит, правящая коалиция получила, как быть, подавляющее большинство? Что изменится? Ну, это покажет ближайшее будущее. Но вот я хочу сказать, вот подчеркнуть ту мысль, что не зря последние как бы все изменения, которые в какой-то степени осложнят жителей Латвии, и в том числе, в первую очередь, Рижан, они стали приниматься именно после 29 августа. Ну, вот ещё один такой момент, который касается, наверное, абсолютно всех, это реновация домов. Как мы знаем, существовали европейские программы реновации, которые, собственно говоря, показали эффективность этой деятельности, и её необходимость, наверное, никто не будет оспаривать. Но эти европейские программы, к сожалению, не вечные, они, так сказать, и сокращаются по своей доле софинансирования. То есть сначала было 80%, потом стало 50%. И, наконец, например, Рижская дума тоже установила, разработала свою такую программу помощи самоуправления в реновации домов. И, соответственно, это те вложения, которые, ну, как бы касаются, наверное, каждого человека, который в Риге живёт, ну, большинство из нас живёт на квартирных домах. И, конечно же, состояние этих домов требует внимания, ухода, там, лифты и так далее. То есть средства, которые находятся в распоряжении самоуправлений, они напрямую влияют на доступность этих программ. И получается, что самоуправлению надо будет выбирать, что оно может финансировать, что оно не может. И, кроме того, сейчас решение конституционного суда предусматривает, что, ну, людям нужно гарантировать вот этот социальный минимум. То есть незащищённым группам населения надо будет увеличивать пособия и так далее. И это, получается, опять-таки за счёт самоуправления должно делаться. Ну, здесь вот идёт разговор об этих пяти процентах, об этих девяносто одном или уже вместе со всем изменением больше ста миллионов. Насколько это повлияет на бюджет? Значит, где-то вот этот тришкин кафтан надо как-то вот будет как-то компенсировать. Что касается Европы. Ну, вот вроде как обещания Европы, они для Латвии очень важны. И, возможно, эти средства придут. В том числе, возможно, было бы неплохо, если бы были перераспределены вот о чём вы говорите, Люся, на реновацию здания. Это очень актуально. Но, по-моему, Черчиллю приписывается такая фраза крылатая, чем отличается государственный деятель от политика. Политик думает о том, как ему дожить до следующих выборов. Деятель, политический деятель, государственный деятель думает о перспективе… Следующее поколение. Следующее поколение. И вот ситуация идёт о том, что следующие выборы в самоуправлении состоятся уже вот скоро уже. Следующий, в конце весны, начале лета следующий выбор. Ну, во всех, кроме Риги. Во всех, кроме Риги. Но, если вот это всё, как говорится, прокатило в Риге, этот вот напор, вот это давление, в том числе и в средствах коммунистической информации, на избирателей, которые не пришли, возможно, и проголосовали ногами, вот, или диванами, вот, может быть, получится у оппозиции отобрать влияние в Резакне, в Даугапилсе, в Юрмале, в Лепое, в Елгове. И тогда вот это вот доминирование правящих партий будет абсолютное. И очень, очень возможно, что деньги из Европы придут. Но когда будут их делить, то я боюсь, кому-то скажут, ну, извините, вот вы как бы становитесь в конец очереди. И я очень боюсь и тревожусь за тех, самоуправление, которые руководят сейчас оппозиционными партиями, они недополучат эти 5%, но на них будет оказывать рычаг и каждый раз давление о том, что вот придут другие. Это сократили, это сократили. И мы, да, вот вы сейчас будете в ближайшие, скажем, более чем полгода находиться в дефицитном бюджете, а вот потом, когда власть поменяется и у вас, вот тогда хлынет, опять же, может быть. Вот это вот то, о чем я говорил, морковка перед осликом, который трудолюбивый бежит, и непонятно, в конце дня он получит ее, и все ли ослики эту морковку получат. А вот, кстати, экономист Евгения Зайцева, с которой я консультировалась буквально сегодня, она обратила внимание на то, что обещаны вот эти 2 миллиарда евро, которые предназначены на борьбу с последствиями пандемии, это не гранты, это займы. Потому что у Евросоюза сейчас тоже бюджет дефицитный, и поэтому Еврокомиссия выпустила бонды, то есть облигации, которые продаются на финансовом рынке, и, соответственно, за эти инструменты финансовые придется платить. Поэтому об этом сейчас никто не говорит. Говорят просто о 2 миллиардах, не называя источник денег. Да, источник денег из Евросоюза, но если это заемные деньги, то каждая страна, которая получает эти заемные деньги, солидарно будет участвовать в оплате этих процентов. Поэтому, как бы, получается по пословице, берете, отдаете свои и навсегда, а берете чужие и на время. На время, нет. Ну, здесь абсолютно правильно. Я сейчас не помню процент, сколько заемных, сколько все-таки грантов. Там есть, существует процент, я сейчас не вспомню его. Конечно, заемы подаются под очень низкий процент, но их действительно, вы правы, абсолютно люди, их придется значительную часть возвращать. И вот здесь, может быть, и понятно, почему так рад наш премьер, что вот-вот деньги придут, потому что, возможно, ему по образованию лингвисту, специалисту по латышскому языку, написавший докторскую диссертацию за океаном, эти все тонкости непонятны. Но наш министр финансов очень хорошо понимает, что деньги надо будет отдавать. Придут они, не придут. Мы сейчас получим какое-то облегчение, но рано или поздно придется отдавать это через 5, 7, 10 лет. И поэтому, с его точки зрения, лучше сейчас все-таки взять те деньги своих сограждан и непосредственно покрыть, ну, хотя бы, хоть частично покрыть ту брешь полумиллиардную, которая образовалась в налоговых поступлениях в госбюджет сейчас. Я хочу обратить внимание радиослушателей еще на один момент. У нас имеется не только сейчас уже за полгода, за 7 месяцев по итогам, значит, недобор бюджета, вот в такой сумме, да, полумиллиарда евро, но и государственный долг у нас увеличился на 2 миллиарда буквально вот за последнее время. То есть было немногим менее 10 миллиардов государственный долг, сейчас он уже составляет 12 миллиардов евро. И это в период существования действия правительства Криши Нисакаринша. Это деньги, которые висят грузом на латвийской экономике, грузом на всех жителях, а количество жителей этих продолжает сокращаться, поэтому… Ну, на каждого будет приходиться все больше и больше, да. Но здесь нас успокаивают, не волнуйтесь, говорят нам. В Латвии вот недавно было, значит, только 40% от ВВП. Наверное, это все-таки больше, чем 12 миллиардов. А сейчас при раскладе будет 52. А в Европе в целом мастерский, как бы, вот этот вот предел 60%. А многие имеют… А в среднем 80%. А кто-то имеет 120 или, как, скажем, значит, Греция там за 200. Что вы волнуетесь? Пока люди вот могут платить… Есть к чему стремиться. Да, есть к чему стремиться. Пока вы платите проценты, вот как Япония, богатая страна, имеет, если я не ошибаюсь, 240% от их ВВП. Долгов государственных. Долгов государственных. Но пока это только государство не считает частных. Но пока они оплачивают проценты и каждый раз перекредитуются. А в связи с тем, что сейчас вот эта процентная, банковская процентная ставка очень низкая, а иногда даже отрицательная, то не могут себе это позволить. Но если нас ожидает целиком в глобальном масштабе серьезный финансовый кризис, и эта ставка резко подскочит, вот тогда эти все государства, в том числе и наша, станет перед очень серьезной проблемой, как оплачивать эти проценты, этих сумасшедших многомиллиардных кредитов, которых они все набрали. И вот здесь, конечно, пока эта ставка низкая, нас успокаивает, что все нормально. Но если эта ставка вырастет, процентная ставка, и кредиты будут, то многие страны окажутся не в состоянии оплачивать вот эти процентные ставки и обслуживать полученные ранее кредиты. Ну, уменьшение населения – это еще один вопрос, который касается самоуправления, поскольку даже вот те проекты, которые были реализованы на гранты, у них существуют свои красные линии или свои обязательства, которые самоуправление берет на себя. То есть, например, если оно отремонтировало школу за счет вот этих грантовых денег, а школа закрывается, то деньги надо Евросоюзу вернуть. И никто вот не считал объема этих, так сказать, рискованных обязательств, которые могут образоваться таким образом, когда из-за недостатка рабочих мест или каких-то других причин люди будут покидать свои насиженные места, переезжать куда-то в другие, и, соответственно, школы будут лишаться учеников, там детские сады воспитанников и так далее. Ну, то, что створится с нашими учебными заведениями, это вообще, наверное, уму нерастяжимо, откровенно говоря. Мы стараемся на общественную сферу, которая выполняет очень важный как бы общественный заказ, переносить принципы коммерции. Мы начинаем к образованию подводить принцип экономической целесообразности. И в результате закрываются многие сельские школы, да и в Риге очень многие школы закрылись, укрупняются. И в этом случае, особенно это заметно, конечно, в сельской местности, когда школа была сосредоточена не только получения образования, она носила очень важный и культурный, и очень посвятительский центр целиком. И если она закрывается, замирает вся жизнь. И люди окончательно выезжают из этих, перебираются либо в какие-то краевые, как у нас принято говорить, центры, либо вообще в Ригу, либо уезжают вообще за рубеж. И подводить под коммерческие принципы деятельности учебных заведений – это неправильно. Продолжая эту тему, значит, столичное самоуправление сейчас очень гордится тем, что предприятия самоуправления, скажем, Рига, Снамо, Парвел, Никс, получают большую прибыль, какие-то вот очень серьёзные коммерческие как бы достижения. Но предприятия самоуправления должны, главное их цель – не получить доход и платить потом какие-то дивиденды или какие-то высокие зарплаты своим руководителям, обеспечивать, давать услуги населения. Они по принципу должны быть бесприбыльные. Всё должно уходить на, фактически, на исполнение конкретных услуг для населения. И вот это введение, я не знаю, это крайний либерализм в нашем государстве, который касается и учебных заведений, дошкольных учебных заведений. Предприятия самоуправления приводят к тому, что люди не понимают, почему вроде как будто бы эти государственные учреждения и органы самоуправления должны стоять на их защите, их прав и оказывать им услуги по наиболее оптимальной и низкой цене, а они пытаются как-то ещё получить дополнительную прибыль с них самих. Что им не хватает, скажем, что их, скажем, как бы стригут предприятия торговли, или они получают недостаточно высокую зарплату на своих местах, где они работают. Вот это вот понятие «получить экономическую выгоду везде», оно как бы дополнительно загоняет наше государство вот это вот в конкретный угол. Чем дальше мы, чем больше мы работаем, тем больше нас пытаются состричь каких-то налогов, каких-то дополнительных отчислений и так далее. И вот это вот получается, может быть, поэтому у нас и такая сложная ситуация в экономике, что вот эти вот дополнительные поборы, налоги, даже в сравнении с нашими соседями, с Литвой, из Эстонии, они слишком высоки. И многие зарубежные компании, об этом мы не раз говорили, в том числе и в этой студии, начинают покидать Латвию. Да, уходить в Эстонию. Сейчас уже, кстати, и митрики об этом думают. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Вопросы образования, медицины и так далее. Это все вопросы безопасности страны. То есть не будет функций у государства, народ будет либо глупый, он вообще не будет понимать, что творится, его просто может любой поработить. Либо будет просто умирать от болезни, либо убежит отсюда. То есть, ну, то есть это ясно, что это безопасно стоит. Значит, нами управляют преступники. Надо так и говорить открыто. Спасибо. Вот я тут прочитал как-то такую мысль. Чем ниже подготовка нашего подрастающего поколения, тем больше в их глазах деятельность нашего правительства выглядит выдающееся. Вот это, конечно, тут трудно не согласиться с нашим уважаемым радиослушателем, что вот эти все моменты приводят к тому, что люди начинают собираться и в семье говорить «пора валить». Ну, кстати, вот на самоуправление возложена еще такая важная функция, как коммуникация фактически с обществом, с гражданским обществом. Ну, потому что она фактически ближе к нему, ближе находится. Да, да, то есть различные общественные инициативы, организации общественные, в том числе национальных меньшинств и так далее, они все финансируются фактически из бюджета самоуправления. И в этом плане, конечно, в Риге, ну, в частности, и в Латгалии, я знаю, такие инициативы, они достаточно хорошо развивались в последнее время. Там были созданы какие-то центры культурные и так далее. То есть самоуправления имели возможность детское творчество поддерживать. В Резакне вот этот центр «Зеймолис» создан, «Карандаш», который фактически предоставляет возможность бесплатно жителям Резакна и Резакненского края заниматься в различных студиях, их огромное множество. И это тоже такая опция, которая фактически людей закрепляет по месту жительства, потому что во всем мире это дополнительное образование стоит больших денег. Но это качество жизни называется. Да, и формирует качество жизни и приверженность людей к своей земле. Получается, что если денег на это будет недостаточно, то и эти функции каким-то образом будут обрезаться. И в том числе там факультативы в школах, которые оплачивают самоуправление тоже. Какие-то кружки, возможность учителям дополнительно какие-то деньги получить за вот эту работу. Ну, это то, что каждая семья ощущает на себе фактически. Вот здесь бы я бы сказал в дополнение этого, Люся, вы абсолютно правы. Когда люди принимают в своём семейном кругу и решают свою дальнейшую судьбу, далеко не всегда доход, который они получат, именно деньги, решает решающую роль. Они начинают думать о том, а что будет с образованием наших детей. И здесь в том числе проблема, острая проблема языка образования. Может быть, для будущего наших детей надо нам переехать в другое место, где они получат полноценное образование, и они не будут потом выброшены на обочину жизни из-за того, что у них квалификация будет недостаточная. Если для операции или какой-то элементарной, какой-то медицинской процедуры тебе надо месяцами ждать, они начинают думать, может быть, надо переехать в ту страну, который предоставит соответствующее качественное медицинское образование. Да, обслуживание. Тоже с культурами, какими-то культурными центрами, о чём вы сказали. Вы абсолютно правы. И люди начинают думать. Вот это повторение может быть полувековой миграции людей, которые из Советского Союза уезжали на Запад. Они понимали, что он, имея докторскую диссертацию, не сможет работать по своей специальности, получить адекватную должность. Но они умышленно ехали туда и говорили, пусть я буду работать уборщиком, но мои дети будут адекватными. Граждане получат адекватное образование, будут социальную, получат гарантированную социальную помощь, и получат медицинскую и так далее, и так далее. Вот этот уровень качества жизни. И я боюсь, что не на уровне самоправления, может быть, самоправления всё-таки и отдельные очень хорошо думают и чувствуют это. Вот в силу того, о чём Илюсе сказали, что они ближе к гражданам, ближе к народу. Но вот это часто политика государства и вот это высокомерие правящих политиков, которые могут себе позволить пренебрегать любыми решениями при принятии решений и по налогам, о чём мы сегодня говорили, и по принятиям конкретных программ, и в распределении бюджета. Они могут игнорировать реальные какие-то просьбы и требования населения своих сограждан. И, конечно, можно спорить о том, сколько бюджетных средств, но если мы из бюджета отчисляем почти 7% на оборону, и надо ли это нашей стране, это большой вопрос. Или, скажем, почему так мало уходит на медицинское образование, на медицину и на образование, это другой вопрос. Может быть, здесь сколько уходит у нас на науку, если сравнить это в процентном отношении в два раза ниже, чем в Европе? Ну вот вы сейчас говорите о науке и так далее. То есть скажут, ну и хорошо, правильно, надо госбюджет больше денег, чтобы перераспределить на науку, на медицину и так далее. Ведь это госбюджет оплачивает. Однако же получается, что ну, та тенденция, которая вот наметилась какое-то время назад, и когда говорили о том, что в принципе вот с федерализацией Евросоюза вообще роль правительств национальных, она будет снижаться, поскольку все решается в Брюсселе, по большому счету. А фокус будет переходить на самоуправление, поскольку они действительно вот работают на земле, непосредственно связаны со своими жителями, и, соответственно, лучше могут чувствовать, куда, так сказать, направлять деньги, кому лучше помогать, кому эффективнее помогать, а кому, может быть, не надо помогать. Сейчас получается, что идет обратная какая-то тенденция, что правительство забирает больше рычагов власти себе, и фактически самоуправление становится таким, ну, придатком, слугами, что ли, правительства, а не самостоятельными институциями, которые планируют развитие своей территории. Нет, Люси, это тезис о том, что вот мы как бы в единой европейской семье, о том, что основа всего это самоуправление, местное самоуправление. Это я слышал, когда еще был на государственной службе. Но ситуация с тех пор сильно поменялась. Мы же видим, что тенденция, особенно после Брексита, она стала противоположной. И каждый, особенно в Восточной, Центральной Европе правительство и национальные правительства стали больше заботиться и перетягивать одеяло на себя. И все это упирается еще в то, что в Брюсселе оказывается все меньше и меньше средств, которые они могли поделиться. И когда вот эта копилка, которая считалась неиссякаемой, средства в ней начинают заканчиваться, каждый начинает думать о том, а не слишком ли я многое переплатил? Может быть, надо бы как-то бы ограничить? И вот этот сигнал Брексита в выход Великобритании показал. Они, возможно, потеряют гораздо больше, чем они бы могли получить от общего рынка, от общих экономических проблем и так далее. Но они считают из-за того, что, скажем, те отчисления, которые мы производим, они на несколько миллиардов меньше, чем мы получаем впрямую. И поэтому они начинают просто считать вот так вот, без каких-то вот больших рассуждений, без больших, значит, каких-то расчетов более глубоких. Этот тезис, кстати, тоже Евгения Зайцева подтвердила. Она говорит, что большие страны, которые были донорами, конечно, они сейчас задумываются, они оставляют деньги у себя, не вкладывают, а Евросоюз для того, чтобы предоставить финансовую помощь, берет, выпускает эти евробонды. Получается, что бедные страны начинают платить больше. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Если позвольте, два замечания. Вот вы сказали, отдавать придется. Но отдавать не придется. То есть по долгам будем платить вечно, проценты. Отдавать не придется хотя бы потому, что не из чего отдавать. Эти миллиарды, они ниоткуда не возьмутся. И все прекрасно это понимают. Это просто как бы узаконенное рабство. Ну не рабство, может быть, и пить это надо посладеть. И вот звонил человек передо мной и сказал преступнике. Ну мы можем разными эпитетами оперировать. Но вот про Реерса конкретно я хотел бы напомнить. Это вот просто человек, и вот весь этот конгомерат людей, это абсолютно бессовестные люди. То есть 16-й год, напоминаю, в очередной раз. Идет забастовка учителей, 23 марта, по-моему. И заседает комиссия финансовая, во главе Шадурских. А Реерс тоже тогда был, значит, также был министром финансов. Повышают в этот день за Бастовской под окнами себе зарплату на тысячу. И вот все, что сейчас вы говорили про Реерса, это кабинет министров. Просто люди примитивно, вот просто так, ну как бы не задумываясь, тупо в свой карман деньги, и на все плевать. Так что до преступников им еще дорасти надо. А просто вот такое примитивное, такое вот казнократство, по всем статьям, даже не казнократство, это обворовывание страны. Безответственность. Ну это не безответственность, понимаете, вот эпитеты. Тут просто люди, кроме того, чтобы получить прибыль себе, вот тысячу прибавить себе в день забастовки учителей, примитивно. Это отложить хотя бы на пару дней. И вот то, что делается сейчас. Просто деньги взять отсюда, сюда, потому что тогда, значит, кабинет министров их перераспределяет, как он хочет. То есть, значит, получается, они в любом случае делают это как бы в свою пользу. Ну, конечно. Понимаете, так что вот это надо понимать. Это просто людям надо разжегнуть. Это же почетные, уважаемые люди. Это наш истеблишмент. Это просто абсолютно, значит, примитивно мыслящие, некомпетентные люди, которые, кроме как в свой карман получить эти деньги, значит, стяжательство, ни о чем не думают. Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Нет, да, у нас есть еще звонок. Давайте еще послушаем, врага слушателей. Добрый день, говорите. Добрый день. Вы знаете, у меня аж правительство напоминает одного моего знакомого, который занимал деньги у людей, чтобы отдать предыдущий долг. Только в отличие от нашего правительства, у него с нервами было не очень хорошо, он плохо спал. А аж правительство занимает... Спит хорошо. Не спит хорошо, да. Спасибо. Ну да. Тут трудно не согласиться с нашими радиослушателями, но это действительно так. Я думаю, это бессовестность, наверное. А с другой стороны, поймите, они политики, они живут от выборов к выборам. И их постоянно выбирают. Ведь вот он был в 16-м году министр, и сейчас министр. И он до этого был министром. Ну тогда это вопрос... А до этого был комсомольским работником. Ну это было 30 лет назад. Вот она идёт, как бы вот эта вот преемственность. Но извините, но тогда надо откровенно говорить, а кто такие мы? И как мы? Почему мы их выбираем? Почему каждый раз? Что это вот? Эта тряпка, как иногда красная тряпка, это, скажем, русские идут, или латыш не сдавайся, это один вопрос. Или какая-то подачка, которую бросают перед выборами, и которые всё решаются. А сразу после выборов, вот то, чем мы наблюдаем сейчас, начинается закручивание гаек, потом где-то нас приспустят, нам навешивают, опять же, извиняюсь за выражение, лапши на уши, и мы опять послушно идём и голосуем за тех же. Ну, кстати, слушайте, вот я вчера изучала ситуацию с этими пресловутыми 500 еврами, которые декларировала новая консервативная партия перед выборами. 500 евро необлагаемый минимум, 500 евро минимальные зарплаты, 500 евро необлагаемый минимум пенсии. Они такую риторику, там такие громкие слова говорили по поводу правительства, что у него нет амбиций, они не верят в благополучие Латвии, они, значит, кормят нас наобещаниями. Ну, как стоило им только очутиться в Сейме на этом месте, в этом самом правительстве, как они просто переобулись в воздухе и стали делать всё то же самое. Более того, я обнаружила, что 21 июля нынешнего года правящая коалиция и большинство Сейма фактически зарубила законопроект группы депутатов, в том числе от партии Согласия, которые как раз вот эти 500 евро необлагаемого минимума предлагали ввести. Этот законопроект не прожил и трёх недель, как правящая коалиция, часть из которой предлагала этот законопроект, этот зарубила. У нас есть ещё звонки, спасибо вам большое, что вы участвовали в программе сегодня, мы обсуждали налоговые инновации, которые предлагает сегодня правительство. Вчера на заседании оно концептуально поддержало изменение режима микропредприятий, который фактически ставит крест на этой форме предпринимательской деятельности. Оно поддержало изменение в уплате подоходного налога с населения и перераспределение подоходного налога с населения, которое ранее оставалось в распоряжении самоуправлений. Опять-таки в пользу госбюджета, то есть у самоуправления будет меньше денег на финансирование программ развития своих территорий, на помощь социальную жителям, на поддержку образования, медицины и других программ. Но, к сожалению, ситуация такова, какова она есть. А в следующей программе мы постараемся поподробнее и на пальцах объяснить, в чем состоит ложь вчерашнего решения Кабинета министров, которое было подано как шаг к большей социальной защите населения. А реально все будет ровно наоборот. Новые инициативы Министерства финансов, к сожалению, приведут к тому, что увеличится безработица и сократятся вот эти самые инструменты социальной защиты. В программе «Подоплюка» сегодня был директор Балтийского форума Александр Бастилев. Программу провела Людмила Прибыльская и звукорежиссер в студии Евгений Копеин. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...